В ежегодном мире из-за травм, ожогов, утоплений, отравлений происходит до 10% всех причин смерти. И, как правило, ситуация, когда требуется экстренная помощь, происходит неожиданно в отсутствии поблизости медицинских работников, и, кроме того, когда дорога каждая минута. Так вот, как же действовать быстро, не поддаваясь панике? Попробуем поговорить об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». В эфире программа «Звоните доктору». Ну и сразу. Сегодня два дежурных врача нашей скорой телевизионной помощи. Это Александр Демидов, заведующий диагностическим отделением Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники номер 14. И Сергей Демидов, заведующий отделением неотложной медицинской помощи, также городской консультативно-диагностической поликлиники номер 14. Здравствуйте. Да, добрый день. И это не обман зрения. Может быть, зрители зададут нам этот вопрос, но доктора действительно два с одним отчеством и одной фамилией. Давайте для начала разберемся вот с чем. Один из вас заведует диагностическим отделением, другой – отделением неотложной медицинской помощи. Вот просто коротко, если можно, Александр, наверное, с вас, задача отделения. Ну, в мое отделение входит функциональная диагностика, лучевая диагностика в плане рентген, маммограф, нурограф, врачи ультразвуковых исследований проводящие, и ЦДК, куда входит эхо и тому подобное. И плюс также мы проводим исследования в плане ЭКГ, велоэргометрии, функции внешнего дыхания с пробами. То есть это вот такой функционал моего отделения. Но вообще поликлиника достаточно прилично оснащена в плане диагностического характера. Оснащена поликлиника хорошо в плане диагностического характера. То есть и, в принципе, и пациентам тоже самое нравится. То есть максимум исследований, которые они могут получить, они получают на нашей базе. И с Сергеем про неотложку поговорим. Тоже не всем понятно, что скорая неотложная – это вот есть тут некая путаница. Я руковожу отделением неотложной медицинской помощи. Медицинской помощи на дому. То есть туда входят именно выездные бригады, которые оказывают помощь непосредственно по адресам, когда пациенты обращаются к нам. И также у нас есть кабинеты неотложной медицинской помощи, кабинеты дежурного врача, которые оказывают помощь непосредственно в поликлинике, на территории поликлиники, если человеку станет плохо. Я хочу нашим зрителям напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22. У нас в гостях, и я назвала должности ваших заведующих, но, по сути, еще, наверное, стоило сказать, что вы врачи-терапевты, и то есть люди, которые разбираются абсолютно во всех заболеваниях. Звоните, если у вас есть вопросы. И то, что у нас в гостях два брата-близнеца и два заведующих, это еще не все сюрпризы. Дело в том, что приблизительно год назад, да, они создали в поликлинике совершенно необычную, единственную в регионе школу. Как она правильно называется? Школа оказания первой... Школа первой помощи, да. Школа оказания первой помощи. Ну, вот на самом деле для некоторых категорий граждан оказание первой помощи – это служебная обязанность. Ну, я имею в виду полицейских, МЧС, военнослужащих, пожарных. То есть вы посчитали, что этого недостаточно? Ну, будем говорить, что мы стремимся к одеялу, да, чтобы каждый, не только пациент, каждый человек мог оказать первую необходимую медицинскую помощь, хотя бы на уровне сердечно-легочной реанимации базовой, чтобы смог помочь человеку в случае ДТП на дорогах, пожарах, хотя бы просто себе и своим близким. Сергей, ну, а поскольку вы все-таки идеолог, скажем так, этой школы, то можете сказать, все равно вот что-то же натолкнуло, вот какая-то же идея к этому привела? Идея возникла, на самом деле, давно, еще когда я работал на скорой помощи, здесь Самарскорая помощь, Кировская подстанция. И идея о том, что нужно работать именно в этом направлении, в профилактическом, по работе именно с населением, хотя бы для того, чтобы они отличали понятие скорой медицинской помощи и неотложной медицинской помощи, ну и в целом. А вот уже реализовать этот проект в жизнь получилось в поликлинике. Предстоит, конечно, сложная работа, да, сложная, тяжелая и довольно-таки длительная, потому что население что-то новое воспринимает пока неохотно, но те люди, которые приходят в школу, возвращаются к нам неоднократно, у них возникают какие-то новые вопросы, желание что-то узнать, чтобы помогать близким и себе. Ну, я так понимаю, что это еще и увеличение ваших основных обязанностей, да, правильно же? Ну, это дополнительные, так скажем, обязанности, то есть это такие альтруистические, они не входят в какие-то рабочие наши отношения, то есть это вот проект пилотный, как сказал Сергей, то есть вот, поэтому пока мы работаем на этих основах, мы каждый четверг проводим занятия, у нас их в принципе два, это теоретическая часть, соответственно, практическая часть, вот, то есть по часу где-то уходит на каждое занятие. Мне кажется, мы даже можем сообщить время, если кто-то из зрителей наших заинтересуется. Первый, второй четверг каждого месяца в 12.00, актовый зал, поликлиника номер 14, занятия проводятся инструкторами, специальной подготовкой, сертификатами, то есть всех ждем, приходите, будем рады вас видеть. Ну, кстати говоря, 12 часов дня, может быть, не очень удачное время, я предположила, потому что люди, те, кто работающие, наверное, для них немножко сложно будет. Сложно, мы на этом еще подумаем, но пока люди приходят, пока людей устраивает, возможно, куда-то перенесем мы это время на более позднее, пока так. Так, хорошо, кого все-таки вы ждете в эту школу и кто туда реально приходит? Ждем мы абсолютно всех. Это не обязательно человек, живущий в... Это даже не обязательно живущий в нашем районе обслуживания, прикрепленный к поликлинике. То есть мы приглашаем всех желающих, мы их как-то там не отделяем. Вот, поэтому все, кто хочет, приходите. Мы ждем, мы открыты, мы готовы. Так что, пожалуйста, мы никак их не ограничиваем, никого. Ну, приходят, да, люди любого возраста, начиная от студентов, школьников. К нам приходили девятого класса химиобиологического наклона. То есть им было интересно. И вплоть до пожилого возраста. То есть всем интересно, все хотят что-то узнать. Ну, кстати, по поводу оказания первой помощи существует много всяких мифов. Ну, и один из них, например, то, что эти навыки человеку без специального медицинского образования освоить невозможно. И что, ну, это очень-очень сложный процесс. Ну, есть в этом, конечно, только правда. То, что, посетив два занятия, конечно, асом не станешь. Хотя бы в той же самой сердечно-легочной реанимации. Попробовав, хотя бы люди приходят. У нас достаточно новый практичный манекен с электроникой, который показывает и глубину нажатия, и сломал ли не сломал человек ребра. И частоту этого нажатия, правильно ли он это делает. Правильно ли он наложил руки на грудную клетку для компрессии. И, то есть там можно задать специальную программу сердечной реанимации на две минуты, чтобы каждый человек подошел и понял, что это очень тяжелый процесс. Что один человек вряд ли что-то сделает еще с минимальной подготовкой. Два, то и три человека надо, чтобы провести хоть более-менее нормальную сердечно-легочную реанимацию для одного человека. И они приходят на второе занятие, конечно, уходит немного больше времени, потому что людям интереснее посещать второе занятие, потому что там есть возможность потрогать руками. Мы предоставляем людям и специальное оборудование, которое нужно для сердечно-легочной реанимации. Это и аппараты ЭКГ, и те самые дефибрилляторы автоматические. Показываем, как с ними работать, например. Им, может быть, в практике не пригодится, но тем самым у людей проявляется интерес к этому. И мы стремимся как-то ознакомить их больше. Поэтому, когда они приходят, трогают это руками, проводят сердечно-легочную реанимацию, компрессию, искусственную вентиляцию легких, и они понимают, что в течение 30 минут это довольно-таки сложно сделать. Это большой тяжелый труд. Ну да, мы же наблюдаем это неоднократно по телевизору, как это ловко делают сотрудники скорой помощи. Но без практики, безусловно, освоить такие вещи нельзя. Ну и все-таки о теории. А вот в теоретической части, получается, на первом занятии что у вас происходит? В теоретической части идет подготовка по более часто встречающимся неотложным состояниям. Это гипертонический криз и гипогипергликемические комы, аллергические реакции различные, от крапивницы до отека к вимке. В первую очередь инсульты, инфаркты, нарушения ритма. То есть там рассказывается пациентам, вот прям разложено по полочкам, в доступной для них форме, что вот такое неотложное состояние, первая помощь, куда нужно позвонить, в скорую или в неотложку, кого вызвать, в какого течение времени, какого оказать эту помощь, какие препараты дать, которые они могут дать на своем уровне, и дозировка и количество этих препаратов. Ну, кстати, обширный курс. Там подача идет довольно-таки бытовая, простым языком. Она, школа, не была придумана для людей с медицинским образованием, потому что они и так это проходят на базах своих университетов, колледжей, аккредитаций и тому подобное. То есть это для населения, которое не сталкивается, но для понимания этого процесса. Вот. Поэтому там доступно, понятно. Вот на это был еще сделан акцент. Скажите, а вот саму эту теоретическую часть тоже разработали каким-то образом вы или есть уже готовые? Ну, на самом деле, давно уже все разработано. Все придумано уже. В рамках клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи мы их просто приблизили к бытовому уровню понимания каждого человека. А вот смотрите, мы говорим о том, что этот проект уникальный для нас, и он действительно один. А ведь мировой опыт говорит о том, что некоторые вот какие-то основы оказания первой помощи дают еще детям чуть ли не младше классов, то есть учат как-то действовать в определенных ситуациях. Есть ли в этом какой-то смысл или нет? На самом деле смысл есть. Например, если мы будем брать опыт наших европейских коллег, то мы можем понять, что там практически каждый человек в обществе владеет этими навыками оказания первой помощи. Просто вот уже на автоматическом. Как у нас, например, врачи или спасатели, МЧС и прочее. Там, если углубиться в этот вопрос, то мы поймем, что на каждой станции метро, в каждом торговом центре расположен автоматический дефибриллятор, которым может пользоваться каждый. Правда? Да. То есть он не даст вам, например, как-то произвести неправильный выстрел он автоматический. То есть когда вы наложите электроды, он сам решит, надо выстрелить или нет. То есть когда вы проводите сердечно-легочную реанимацию, и рядом есть то самое оборудование, которое вам необходимо, вот там как раз пошли по этому пути развития, что торговые центры, школы, университеты, то есть то место, где есть большое скопление людей, там есть прям вот как автоматы они выглядят. А у нас? У нас такого нет пока. Но у нас, опять же, есть фельдшерские пункты. Да. В крупных торговых центрах, аэропорты. В ЖД вокзалах. То есть у нас есть фельдшерский пункт, где сидит дежурный врач или фельдшер с оборудованием, который может оказать эту помощь. Для зрителей, которые опоздали к началу программы, сообщу, что сегодня у нас в студии врачи-терапевты Александр Демидов и Сергей Демидов. Это консультативная диагностическая поликлиника номер 14. А мы сегодня говорим об оказании первой помощи. Телефон в студии 202-11-22. Мы работаем в прямом эфире. И вот первая помощь, это ведь, ну, по сути, не надо путать с медицинской, да? Это совершенно другое понятие. Это другой уровень, да. Есть доврачебная помощь, врачебная помощь, специализированная помощь, да. Это довольно-таки разные понятия. Я думаю, что все наши зрители также были свидетелями таких ситуаций, когда в самолете или в поезде по громкой связи объявляют, есть ли среди пассажиров медики. И мы сразу понимаем, что, значит, кому-то стало плохо, и требуется помощь. Вот вы, Александр, говорили, что очень важно распознавать вообще ситуации, когда, ну, вообще, что с человеком происходит. Может быть, мы попробуем сейчас какие-то основные моменты проговорить здесь, потому что, ну, диагностика, конечно, дело очень серьезное. То есть, что мы можем для себя понимать, чтобы хотя бы оказать помощь где-то, ну, либо своим близким, либо оказавшись в дороге. Ну, вот как раз-таки первое занятие посвящено неотложным состояниям, и как раз-таки мы там говорим про клиническую картину, которая будет ему, соответственно, способствовать. То есть, если это мы говорим про мозговые какие-то нарушения в плане инсультов, вестибулярных дисфункций и тому подобное, то есть человек должен жаловаться и на выраженные головокружения, головные боли. То есть, опять же, мы визуально должны оценить его состояние, асимметрия лица, нарушение движения, чувствительности в конечностях. То есть это вот нас подведет на ту мысль, что состояние неотложное, вот, потому что вот моя практика показывает, что они все могут понимать момент, когда нужно обратиться именно к врачу, а чем мы длительный период наш станет, тем, соответственно, и последствия будут для человека тяжелее. Поэтому, собственно, говорят, нельзя терпеть боль, вот ее нужно тоже оценить, да, в принципе. Вот, то есть если мы говорим про сердечные боли, как правило, их обычно путают с остеохондрозами, безреберной невралгией, вот. То есть сердце, оно болит за грудиной, вот. И только потом оно может куда-то эротировать. Вот, поэтому на это нужно обращать внимание. Ну и вообще очень много нюансов к каждому неотложному состоянию. Так вот, то есть, соответственно, если мы видим какие-то острые состояния, потери сознания, нарушение речи, то есть мы всегда должны вызвать бригаду скорой помощи, как правило, это бывает. Соответственно, освободить, просмотреть дыхательные пути, стесняющиеся одежда и доступ воздуха. Всегда это есть, вот. И, соответственно, если есть возможность, мы измеряем артериальное давление, а сейчас этой возможности полно. Если есть пульсоксиметр, мы проверяем наличие, вернее, показатели пульса кислорода. То есть посковидное время нас этому научило. Сейчас в каждой буквально семье, да, есть набор необходимой той же аптечки, те того же оборудования, которое может помочь вам оценить тяжесть состояния. И, соответственно, оценив тяжесть состояния, вы можете вызвать правильно бригаду скорой помощи, сообщив диспетчеру. А диспетчер решит направить вам врачебную, фельдшерскую, реанимационную. Тоже зависит от того, не то чтобы даже качестве оказания, а количестве той помощи, которая будет оказана пациенту и скорости доставки его там до стационара. То есть это тоже важно. Давайте мы сейчас вместе с нашими зрителями посмотрим небольшой дайджест, узнаем, что произошло в здравоохранении региона за ту неделю, что мы не виделись. После этого вернемся в студию и продолжим разговор. Нейрохирурги больницы Пирогова впервые в России провели операцию с новым способом фиксации позвоночника. Методика позволила установить пациенту два импланта с помощью одного прокола. Такая операция длится в три раза меньше, чем при открытом способе и позволяет без повреждения тканей надежно зафиксировать страдающий сегмент. Более 11 тысяч сельских жителей региона будут получать медпомощь в новых условиях. В губернии дополнительно возведут 24 фельдшерско-акушерских пункта. На это выделено 196 миллионов рублей из регионального бюджета. ФАПы появятся в 18 муниципальных районах и двух городских округах. Самарская поликлиника номер 14 получила два новых автомобиля «Лада Гранта». Они закреплены за отделением помощи на дому, где работают более 15 специалистов. Всего в текущем году в 42 самарских больницах появилось 97 новых машин. В регионе прошли церемонии вручения дипломов выпускникам медицинских колледжей. Документ о среднем профобразовании получили 2300 студентов. 450 выпускников закончили колледж с отличием, а 15 награждены медалями за особые успехи в профессиональном образовании. Три стационарных УЗИ-аппарата и один портативный поставлены в Жигулевскую центральную городскую больницу. Переносной УЗИ-аппарат используют для проведения исследований в подразделениях больницы. Благодаря его мобильности стала возможной оценка состояния пациентов в экстренных ситуациях в отделении реанимации. Мы снова в студии. Сегодня у нас в гостях Александр Сергеевич Демидов. Мы говорим о школе оказания первой помощи и вообще о способах оказания первой помощи. Вот мы уже начали с вами говорить про искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Все об этом слышали и видели, как это делается. Но всегда ли это нужно делать? И если ты тем более этому не обучен, то нужно ли? Как бы здесь тоже в плане не навредить? Ну, если ты этому не обучен, скорее всего, пытаться не стоит. Чаще всего, когда люди зовут на помощь, когда кто-то упал, потерял сознание, возможно, он не дышит. Поэтому всегда стандартный осмотр начинается с того, что человека переворачивают, аккуратно трясут. И лучше бы обратиться к человеку по имени, если вы знаете кто. Потому что без сознательного состояния человек чаще всего среагирует на свое имя, даст вам какую-то обратную реакцию. Либо придет в себя, что-то начнет говорить, открывает глаза. То есть в этом случае, конечно, сердечно-легочную реанимацию проводить не нужно. И мы понимаем, что сердечно-легочная реанимация проводится, когда человек находится в клинической смерти. Это подразумевает отсутствие сознания, дыхания, сердцебиения. Если что-то из этого присутствует, не факт, что тоже нужно будет проводить сердечно-легочную реанимацию. То есть вы перевернули, человек не дал никакую обратную реакцию, в сознание он не пришел. Вы наклонились к нему, послушали, есть ли там дыхание, и проходит ли экскурсия грудной клетки визуально определили. И также померили пульс, сердцебиение. В данном случае это делается на лучевой или на сонных артериях. Если этого всего нет в скопе, трех, сердцебиение, дыхание и сознание, то да, в этом случае мы будем проводить сердечно-легочную реанимацию. Начинается она от того, что нам нужно освободить верхние дыхательные пути, начиная с ротовой полости, потому что чаще всего люди, пытаясь помочь человеку, и различные лекарственные препараты в виде таблеток пытаются в рот засунуть, типа валидола. И чаще всего, если это пожилой возраст, там встречаются протезы, остатки пищи, еды, если этот человек подавился. То есть мы начинаем с того, что надо освободить ротовую полость от всего лишнего, применить под тройной прием Сафара. Был раньше такой реаниматор Питер Сафар, который, в принципе, и вел вот это понятие сердечно-легочной реанимации для общего населения. Заключается он в запрокидывании головы от движения нижней челюсти, тем самым освобождается дыхательные пути, что вам не препятствует проводить искусственную вентиляцию легких. Освобождайте грудную клетку от стесняющей одежды, воротники, если это зима, куртки и все прочее, чтобы грудная клетка была в доступе. Конечно, лучше придать этому человеку положение лежа на твердой поверхности, чтобы компрессии были качественные. И в нашем случае, в постковидные времена, сердечно-легочную реанимацию мы проводим 30 к 2, 30 компрессий и 2 вдоха. Наоборот, только у детей и у пострадавших, которые утонули. Ну вот я сейчас вас слушаю и думаю, что действительно, наверное, если ты никогда этого не делал, то лучше. Тут есть еще один нюанс. Надо не забывать про свою безопасность, не бросаться с вами голову куда-то. Да, вот важный момент. Да, то есть вы хотя бы должны визуально оценить обстановку, чтобы как бы пострадавших не стало больше в числе вашего. Вот поэтому своя безопасность, не навредить человеку своим оказанием помощи. Вот и быстро вызов бригады скорой помощи, которая уже окажется квалифицирована. То есть вот такие три правила, которые забывать не стоит перед тем, как ты будешь оказывать. Еще не могу не спросить, у нас в каждой аптечке, хоть в автомобиле, хоть дома есть жгут. И жгуты мы все очень любим и понимаем, что нужно рану перетянуть. И даже многие знают, что выше, чем рана. Вот, но при этом ведь жгутовать рану уже не в каждом случае нужно, и в каких-то ситуациях это опять-таки может быть опасно, да? Да, и пакеты индивидуальные перевязочные, они есть в аптечках вместе со жгутами эсмарха. Это те самые жгуты, которые предназначены для остановки именно артериального кровотечения. Именно артериального. Как его определить? Артериальное кровотечение чаще всего это алая кровь, в которой выбивается довольно большой струей, быстро, быстро идёт. Диффузно. Да. Очень тяжело остановить, например, просто простым прижатием или наложением какой-то повязки давящей. Вот ленозное кровотечение, в котором жгут надо накладывать ниже раны. То оно такое вяло текущее, тёмная кровь густая. То есть тут тоже человек должен суметь сориентироваться и не навредить, наложая, накладывая этот жгут. Сейчас очень жарко на улице, просто патологически жарко. И я думаю, что каждый может оказаться в ситуации, когда рядом человеку станет плохо именно от теплового удара. Может быть, ещё попрошу вас совет, как действовать в данной ситуации? В данной ситуации чаще всего такое, конечно, происходит на пляже, в трамваях, в автобусах. Да. Да, действительно. В душных помещениях. То есть там, где доступ условно кислорода и температуры возрастает. Вот, поэтому не надо забывать про режим питья обязательно. То есть если душное помещение, вы должны как бы себя обезопасить и пополнять свой водный запас. Вот, проветривать помещение. Можно выходить самому самостоятельно. То есть... Да, но если уже что-то случилось, то, как правило, пациента надо убрать в прохладное помещение. Можно положить холодный компресс на голову. Если там была потеря сознания, то придать устойчивое боковое положение, чтобы не было западения языка и затруднения дыхания. Приподнять ноги выше головного конца, чтобы человек пришёл в себя. Ну, в этом случае всё равно необходимо вызвать бригаду скорой помощи, чтобы пациент был госпитализированный, окончательно пришёл в себя. Потому что простая потеря сознания, даже при тепловом или солнечном ударе, всё равно несёт нагрузку на здоровье. Да и травматизм тоже, он никуда не уходит, к сожалению. Когда даже с высоты собственного роста можно получить серьёзные травмы, если человек падает. Поэтому... Вы сказали, что некоторые люди, которые приходят к вам на школу, возвращаются туда. А вообще, какие вы уже получили за этот год отзывы, и какие видите уже положительные моменты? Есть положительные моменты. Люди возвращаются. И та теоретическая база, которая сложилась у нас в неотложных состояниях, это в основном, она сложилась практически, когда мы спрашивали людей, какие вопросы есть у вас, что вы хотите узнать, оказание какой помощи, при каких состояниях. То есть наработалась и вышла такая практическая, теоретическая часть. Самый, наверное, случай, который был, это отец, у него двое детей, ну, может, наш ровесник, может, чуть постарше. Один ребёнок 5 лет, другой ребёнок 3 года. Боюсь, что не успеем рассказать, поскольку у нас уже осталось время только попрощаться со зрителями. И вот правда захотелось прийти к вам на школу. Приходите, мы всем рады. Благодарю вас, приглашаем всех наших телезрителей. Спасибо, что были с нами. До свидания.